Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архи С24, программа «Здоровье» и я, ведущая, Бадаха Вадинара. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Регистрация первого в России препарата АТОС по НИОК-14 возможна в ближайшее время. Об этом во вторник, 27 сентября, на форуме OpenBio представителями СМИ сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии и вирусных гепатитов в Центре вирусологии Вектор Валерий Локтев. Регистрация ожидается буквально днями, неделями, достаточно быстро. Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, цитирует Локтева ТАСС. Вектор в августе подал заявку на регистрацию препарата против ОСПО НИОК-14. Как сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований Вектор Роспотребнадзора Сергей Челкунов, после внедрения в медицинскую практику НИОК-14 будет эффективна против любых вирусов ортопсовирусов. К ним относится и вирус ОСПО-безьян. Рабочая группа при Росстандарте с 2023 по 2027 год разрабатывает около 70 ГОСТов к носимым устройствам для дистанционного мониторинга здоровья пациентов и персональных медицинских помощников. Рабочую группу, собранную в августе 2022 года из представителей Минздрава, консорциума «Медицинская техника» и акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация» планируется наделить полномочиями единого оператора внедрения системы дистанционного мониторинга показателей здоровья в России. Стандартизация коснется умных тонометров, глюкометров, пульсоксиметров, электрокардиографов, устройств для дозированной выдачи лекарств, дистанционно активируемых инсулиновых помп, инъекторов и ингаляторов. Помимо технических требований, носимыми устройствами для контроля за состоянием здоровья пропишут протоколы обмена данными. Стандарты по испытанию изделий, требования к их безопасности, а также установят требования к самой платформе по дистанционному мониторингу. Минздрав представил проект приказа о внесении изменений в классификатор работ, составляющих медицинскую деятельность, добавив в перечень специализацию психотерапия. После утверждения документа медорганизации смогут получить лицензию на оказание психотерапевтической помощи в условиях амбулатории, стационара, при санаторно-курортном лечении и оказанию услуг по трансплантации органов. Документ предполагает, что медучреждения смогут оказать первичную специализацию, медико-санитарную помощь по психотерапии амбулаторно и в условиях дневного стационара, специализированную помощь в условиях дневного или круглосуточного стационара, а скорую специализированную медпомощь по профилю вне медицинской организации, в том числе выездные экстренно-консультативными бригадами в скорой медицинской помощи и амбулаторно. Если хочешь быть здоров, Черкесская городская поликлиника приглашает жителей республиканской столицы на углубленную диспансеризацию. В первую очередь это касается тех, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию. Не секрет, что ковид очень коварен и может дать о себе знать даже спустя многие месяцы после перенесенной болезни. На что чаще всего жалуются постковидные пациенты, мы узнали, побывав на медосмотре. После первого было и сердце, и давление, и пульс был очень высокий. После второго раза просто было как горло переболело и всё. Видимо, вид вируса был другой. Расул Абазалиев переболел коронавирусом уже дважды. Хоть и перенес последний раз инфекцию в лёгкой форме, но всё же решил пройти медицинское обследование. Программу диспансеризации для переболевших ковидом отличают несколько дополнительных обследований. На первом этапе это общий анализ крови и биохимия с показателями почечной и печёночной функций с определением уровня глюкозы и холестерина. Также проверяют работу сердца. Если у пациента затруднено дыхание, его направляют на спирометрию. Она покажет, насколько восстановились лёгкие после болезни. Мы определяем объёмы лёгких, проходимость верхних и нижних дыхательных путей и в комплексе это оценивается. Процедура эта в основном необходима пациентам, у кого есть бронхолёгочные заболевания. Это входит в стандарт обследований после перенесённого ковида, тоже для оценки функционального состояния лёгких. При сердечно-сосудистых заболеваниях, перед операциями. Ну и по показаниям уже, если доктор считает, нужно назначить для уточнения диагноза. Если будет необходимо, пациента могут направить к узким специалистам или на дополнительные процедуры. Ведь даже спустя месяцы после перенесённого ковид-19 некоторые продолжают страдать от различных недугов. Бессонница, дыхательная недостаточность, нарушение обмена веществ, тромбоз, боли в сердце. Сложно предугадать, по каким органам ударит вирус. Они получают необходимую помощь. У нас есть реабилитолог, который проводит лечение. Лечение, как правило, направлено на улучшение дыхательной системы, на поддержку сердечно-сосудистой системы. Проводится массаж, механотерапия, магнитотерапия. В общем, все необходимые мероприятия, направленные на поддержание организма после перенесённой ковид-инфекции. Даже если вы не переболели коронавирусом и у вас ничего не болит, медики всё же рекомендуют приходить на профосмотры. И лучше это делать не реже, чем раз в три года. Как можно записаться на диспансеризацию? В идеале каждому гражданину должна приходить смс-ка из поликлиники по месту жительства или из страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС. Но на практике так бывает не всегда, поэтому можно обратиться в регистратуру поликлиники. Ватима Куршева, Сайт Исмаилов, Архейс, 24. Более подробно о том, как пройти диспансеризацию в Черкесской городской поликлинике, нам расскажет врач-терапевт Хамукова Лейла Муратовна. Здравствуйте, Лейла Муратовна. Хоть и пандемия прошла, но врачи всё ещё на чеку, особенно с пациентами, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И сейчас проводится диспансеризация. Расскажите, пожалуйста, сколько человек подлежит диспансеризации у нас в Черкесске? Здравствуйте, Динара. Прежде всего, хотелось бы сказать, что такое диспансеризация. Это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактические медицинские осмотры и дополнительные методы обследования, благодаря которым можно выявить заболевания хронические неинфекционные и факторы риска. Диспансеризацией подлежат все граждане старше 18 лет. Относительно поликлиники, 9 тысяч прикреплённого населения подлежат прохождению диспансеризации. Из них в этом году уже прошли диспансеризацию 6,5 тысячи людей. По сравнению с прошлым годом, это достаточно больший объём. Почему? Потому что за 2021 год прошли диспансеризацию только 3 тысячи человек. Это связано и с коронавирусом, который активно был у нас в республике. Но в 2022 году тут уже объём прохождения диспансеризации уже 6,5 тысяч на данный момент. Объём диспансеризации зависит от пола и возраста. Как правило, диспансеризация у нас бывает общая и углубленная. Общей диспансеризацией подлежат все граждане. Как правило, объём обследований до 40 лет, там будет меньше. После 40, там уже и объём исследований расширяется. Есть такое понятие, как общая и углублённая диспансеризация. Чем они отличаются между собой? Ну, углублённой диспансеризацией прежде всего подлежат граждане, переболевшие COVID-19 в средне-тяжёлой форме. Здесь объём исследований достаточно широкий. Мы тут смотрим функцию, определяем функцию внешнего дыхания. То есть COVID оставляет свой след и на дыхательную систему, и на сердечно-сосудистую систему. Мы выявляем осложнения, такие как кардиомиопатия, нарушение ритма сердца, как правило, у молодых людей. У людей постарше это могут быть тромбозы, тромбофлебиты. Благодаря широкому спектру обследований мы можем выявить такие осложнения у людей. Спонсоризация до 40 лет включает в себя осмотр врачом-терапевтом, измерение артериального давления, внутриглазного давления, рост, вес, кардиограмму, флюорография обязательно. Уже лицам постарше, это уже 40 лет и старше, здесь уже свои методы обследования, такие как маммография у женщин, кал на скрытую кровь, простатоспецифический антиген. То есть все мероприятия направлены на выявление заболеваний на ранних стадиях. Проводим спирографию, то есть измеряем функцию внешнего дыхания, проводим 6-минутный тест ходьбы. Также мы проводим анализ крови на тромбообразование. То есть все эти мероприятия направлены на выявление отдаленных последствий, которые могут появиться у человека. К этим последствиям относятся нарушение ритма сердца у молодых людей, кардиомиопатии, артериальная гипертензия. У лиц постарше могут быть тромбозы, тромбофлебиты, то есть достаточно информативные методы обследования. Больным это нравится, больные к нам приходят. Те, которые у нас уже побывали в прошлом году, обязательно возвращаются и в этом году. Почему? Потому что по итогам диспансеризации, кроме установления группы здоровья, факторов риска, также мы определяем их дальнейшее лечение. То есть направляем на реабилитацию, где врач-реабилитолог непосредственно с ними уже занимается. Проводится и медикаментозная терапия, физиотерапия, массажи. При необходимости также пациентов мы направляем на дневной стационар, где поддерживается сердечно-сосудистая система. В общем, больные к нам приходят, возвращаются, что очень радует. То есть проводите весь спектр, можно сказать, медицинских услуг? Да, да. И абсолютно бесплатно. Каждый человек, прикрепленный к поликлинике, может прийти и пройти диспансеризацию и уже с последующей реабилитацией. А есть ли те, кто пренебрегает диспансеризацией? И почему этого не стоит делать? Пренебрегать диспансеризацией ни в коем случае не стоит. Почему? Потому что, как я сказала ранее, диспансеризация направлена на выявление заболеваний на ранних стадиях. То есть человек может знать о своей болезни, когда уже организм не справляется и уже посылает сигналы, что-то болит, беспокоит. А на ранних стадиях все болезни практически бессимптомны. Тут нам помогает диспансеризация. Тот же уровень сахара, та же онкология. Практически все мероприятия в рамках диспансеризации направлены на выявление онкологии. Это молочная железа, легкие, кишечник, мочеполовая сфера. Поэтому не стоит пренебрегать диспансеризацией. Лучше один раз в год прийти и проверить состояние своего здоровья, чем потом уже с запущенными формами обращаться к врачу. Все мы наслышаны про последствия коронавирусной инфекции. У кого-то это осложнение в виде головной боли, у кого-то это ухудшение памяти. На вашей практике с какими осложнениями чаще всего к вам обращаются пациенты? Бывают разные. К нам обращаются и молодые люди, и люди постарше. Как правило, осложнения бывают на сердечно-сосудистую систему, это нарушение ритма, кардиомиопатии, артериальная гипертензия у молодых людей очень часто бывает, а также тромбообразование, тромбофлебиты. С дыхательной системой тоже осложнения бывают, такие как фиброзы. Понятно, что пневмония коронавирусная, она приводит к фиброзу. Фиброз, в свою очередь, к дыхательной недостаточности, то есть у человека и одышка при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха. И молодые, еще раз оговорюсь, и люди постарше приходят с такими осложнениями. Для них у нас реабилитация. Мы направляем их в отделение медицинской реабилитации, где доктор с ними проводит и медикаментозную терапию, и физиотерапию, массаж и возвращает людей в социум. Очень нашим больным нравится, они приходят. Сейчас вновь выявляются почти сотни случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почему это происходит? Неужели люди забыли про профилактику ковид? Ну, не стоит забывать, что мы не распрощались с коронавирусной инфекцией. Как вы сказали, каждый день новые случаи заражения. Уже наше население прекрасно знает, какие методы защиты и профилактики от коронавируса. Но особое значение хотелось бы уделить вакцинопрофилактике круглогодичной. То есть, если анализировать заболеваемость 2021 год и 2022 год, вот с появлением вакцины и активной вакцинацией населения, уровень заболеваемости ниже, гораздо ниже. Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, нужно следить за своим здоровьем, а именно уделить большое внимание своему иммунитету. То есть, питаться правильно, витамин, содержащие овощи, фрукты, потреблять в достаточном количестве, пребывать на свежем воздухе. Ну, естественно, если пребывает человек в местах массового скопления людей, это ношение маски. В общем, уже наше население за эти два года достаточно ознакомлено с методами профилактики. На данный момент у нас вакцина «Спутник Ви» двукомпонентная. Любой человек может прийти и вакцинироваться. Также не стоит забывать о сезонном гриппе. То есть, от гриппа тоже прививаемся. Почему? Потому что и грипп, и коронавирус при наслоении этих двух инфекций гораздо очень тяжело переносит человек. Поэтому лучше вакцинироваться. Напомните, какие противопоказания существуют для проведения вакцинации? Ну, прежде всего, это аллергические реакции на компоненты вакцины. Случаи анафилактического шока в анамнезе, острые инфекции, обострение хронических заболеваний и больные, которые проходят химиотерапию, онкологические больные. А что нужно пройти перед вакцинацией? Какое обследование? Перед вакцинацией терапевт осматривает пациента, где терапевт выявляет, есть ли противопоказания у него или нет. То есть измеряется и температура, проводится пульсоксиметрия, измеряется артериальное давление. То есть терапевт уже определяет, подлежит вакцинации человек или нет. При прохождении первого этапа диспансеризации мы выявляем те или иные отклонения. Допустим, если мы выявили высокий уровень глюкозы в крови, мы уже переводим на второй этап, отправляем на консультацию к эндокринологу. Если выявилась патология по маммографии, уже непосредственно также переводим на второй этап. Проводится ультразвуковое исследование молочной железы, с последующей консультацией онколога или маммолога. Относительно лиц мужского пола мы проводим такой анализ, как ПСА, и при повышенном уровне уже направляем на консультацию к урологу. Также в диспансеризацию входит и флюорография. Здесь при выявлении патологии мы уже непосредственно направляем при необходимости на КТ органов грудной клетки. Тоже в условиях поликлиники мы проводим компьютерную томографию. Расскажите про группы здоровья. По итогам диспансеризации мы определяем и группы здоровья. Это три группы здоровья. Первая группа – абсолютно здоровые люди. Вторая группа – это с факторами риска. И третья группа – у кого есть и неинфекционные хронические заболевания, подлежащие диспансерному учету. Спасибо вам, Лила Муратовна, за предоставленную информацию. Спасибо вам тоже, Динара. Было очень приятно с вами пообщаться. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города. Следите, пожалуйста, за состоянием своего здоровья. Ежегодно проходите профилактические и медицинские осмотры, в том числе и диспансеризацию. Ну а мы, в свою очередь, постараемся сохранить ваше здоровье. Уважаемые телезрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Минздрава Республики, врачам, фельдшерам и всем тем, кто был уже и будет гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы! До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова